Всем привет! Я буду сейчас красить волосы. Попробую, по крайней мере. Теперь у меня есть всякие принадлежности. Теперь же у меня есть расчесочка и кисточка. Я думаю, что у меня лучше получится. Плюс еще я теперь использую половину только краски, потому что я только на корни пущу. Мне хватит этого, буду экономить. Все, сейчас буду пробовать. Все покрасилось. Высушила, но еще не ровняла. Завтра. Чего же так лень сегодня? Уже поздно вечер. Не хочу. Сейчас легла вот в кровати. Смотрю сериал свой. Смотрю сериал нежность. Помните я вам рассказывала? Обожаю его. Могу его пересматривать несколько раз. Прямо вообще. И кстати, приходится смотреть то, что уже есть у меня в памяти ноутбука, потому что здесь, в Германии, за все нужно платить. Это вам не просто так, как у нас там можно было в торренте все подряд скачивать. Так что я вот смотрю сериал. Еще с родины привезла семечек. Сейчас буду плевать семечки. И смотреть сериал. А там Рома с Эбби в зале, с Владиком играют. Я отдыхаю. Старший сын мой слушает музыку на папином ноутбуке. В общем, все при деле. Мама у себя отдыхает. Вот такой вечер. Владюня йогурт кушает. Сначала не хотела. Эбби купил ему много йогурта разного. На банку смотрел и не такая. Ходил вокруг нее, ходил и вот распробовал. Вкусно, Владюсь? Ну, пока ест все подряд. Меня кто спрашивал, как это на поведение влияет. Вот как-то никак не влияет именно еда. Я не заметила. Я вижу только улучшения. И здесь две версии. Или же я еще начала замечать улучшения, когда депаки начали принимать. Вот здесь давай. И в принципе с переездом тоже. Может быть это только депакина. Может быть и переезд. Владь, куда ты? Я еще волосы не выравниваю. Что ты хочешь? Еще? Еще. Так что вот буду наблюдать. Мне кажется, все вместе, наверное, положительно повлияло на Владюску нашего. Даже новая кофта вчера. Ну, которую я одевала. Ну, буквально пару раз было сопротивление. Потом одел. И так уже повзрослел. Прям такой взрослый. На многое соглашается. Многие вещи делает самостоятельно. В общем, я не нарадуюсь вот этому моменту. По отношению Владика все только лучше. Все. Выравнила волосы. Сейчас пойдем мы все равно в магазин. Я уже делась. Нам нужен хлеб. Вот. Сейчас все едят хлеб. У меня вон ресницы все уже. Видите, все последние. Ладно. Как-то так. Как-то так будет. Не знаю, как будет. Будет как-то. Все остальные останутся на хозяйстве. Ваня. Владик. И мама будут дома. Сегодня погода, кстати, неплохая. Распогаживается потихонечку. Эбби сегодня нет. Они всей фирмой. У них какие-то учения. Ну, по их закону так положено. В общем, вся их фирма сегодня поехала на какие-то гражданские. Учения по гражданской обороне. По-моему, так. В общем, как оказывать первую медицинскую помощь. Каждый член коллектива должен, сотрудник должен это делать. И у них там проходит учение. Вот поэтому сегодня его... Мы сегодня его еще не видели. Вот. Пока сами на хозяйстве. Такие вот делишечки у нас. Настроение? Да. Настроение, кто-то не писал, у меня получше. Но смотрите, я же такой человек, который... Ну, я буду ныть, когда мне это будет нужно все равно. Потому что разные есть мнения. Кто-то говорит, что там, что ты ноешь, у вас все хорошо, живый, слава Богу. Да, конечно. Кто-то говорит наоборот, что все там понимает. В общем, люди всегда имеют разное мнение. Я настроение у меня... Я себе его стараюсь создавать. Потому что... Помните, я в видео говорила, что я себе даю время напонуть, потом собираюсь и действую дальше. Вот. Поэтому, да, вот сейчас я приняла решение. Вот в нынешних обстоятельствах это происходит так. Да, мне плохо. Да, мне будет плохо. Но там я поною, поною какое-то себе время. Потом начинаю действовать. Потому что по-другому, ну, никак. Конечно, есть люди, которым хуже. Я уже об этом... Я не буду обращать внимание на эти комментарии. Потому что всегда кто-то там говорит... В общем, как бы мне не было сейчас, есть люди, которые все равно обесценят мое состояние. Это их право, это их жизнь, это их... Это они так чувствуют. Это такой тип людей, которые всегда обесценивают кого-то. Таким образом, они, наверное... Ну, они, наверное, и свою жизнь не ценят, да, обесценивают. Поэтому... Поэтому так. Конечно же... Когда у нас началась война, кто-то говорил... А-а-а, вот видите, а дети Донбасса 8 лет, так называли. Потом... Сейчас мы там поехали на Западную Украину, когда мы вырвались, да, из нашей... Из города Сумы попали в Западную Украину. Мне прилетали комментарии. А-а-а, а кто-то там остался, кому-то еще хуже. А в Мариуполе как? А вы такие... А вы бессовестные там уехали. Потом, когда мы уже перешли границу, оказались в Польше. Там, а-а-а, вы предатели Родины. Ну, как... Кто-то считает, что я должна была с ребенком с инвалидностью взять автомат, да, и пойти что-то делать, не зная что. А при этом мой ребенок и один, и второй должны были гибнуть. Ну, в общем, такой маразм, он постоянно прилетает. Вот. И, конечно же, я понимаю, что такие люди всегда есть, были и будут. Ну, бог им судья, как говорится. Магазин идем и хотим еще просто пройтись. А так вообще холодильник полный. Все есть. И надо еще... А Эбби все равно что-то покупает, покупает каждый день. А я считаю, что надо все-то доесть. Вот. И, в принципе, на обед мы так и сделаем. Мы подоедаем все остатки, потому что Эбби не будет сегодня с Ченом на обеде. Мы сами подоедаем все, что есть. Будем экономить. Ну, зачем? Нет смысла. Ой. А на вечер уже что-то приготовим. Тут вот заморозка еще есть. Вот и тут фарш, который еще мы покупали. Какие-то мидболлы здесь, наверное. Я думаю, что мы сделаем спагетти с мидболлами, с мясными шариками. Ой, сейчас неудобно закрывать. В общем, что-то особо ничего такого покупать не будем. Купим только хлеба. Ну и пройдемся, чтобы освежиться. Все, Буся, сиди. Пока-пока. Вот такую курточку, которую мне вот подарили один. Хотела весеннюю, но все говорят, что Рома и мама. Мама правда не была на улице, но почему-то говорят, что там сегодня ветер. Очень холодно. В общем, я решила, что лучше утеплюсь. Лучше я потом разденусь и такая буду. О! Кофточки, чем я, потом нечего будет одеть. Правильно? Правильно. Молчишь? Ну, молчи. Я натюрлих. Ты натюрлих. А Рома теперь только... Он же... Рома изучает немецкий язык. Молодец. Ой, ветер, правда. Да, да. Рома изучает немецкий язык. Он вообще, конечно, в этом плане... Ну, я хочу похвалить. Он лучше... Ну, у него способности лучше вообще к запоминанию, к языкам. Он это все любит. Сидеть там, что-то капушиться. Я никак себя не заставлю. Я начала английский понемножечку. Ну, так, балуюсь. Мне Оля, кстати... Олечка, а ты смотришь сейчас? Спасибо тебе. Сказала приложение одно скачать. Я его скачала. Там пытаюсь что-то там изучать. А вот к немецкому как-то пока не готово. Я не знаю, какое-то у меня внутреннее сопротивление. Это, наверное, для того, чтобы Рома работала. Я не... Рома выучит немецкий. Пойдет работать. А я же такая... Ну, как я без знаний о немецком? Буду сидеть у тебя на шее. Ты согласен? Попробуй. У меня на шее еще посидеть. А что, не? Низни, не возьмешь? Низни на шее. О, всячка же не возьму, возьму. Да, кстати, там кто-то радовался в комментариях. Ось и семья вместе там все. Не, мы же по-прежнему друзья. Мы не муж уже. Так что, если там богатые женихи немецкие, давайте, пишите, конечно. Желательно 120 лет. Мои главные критерии. 120 лет своя недвижимость, чтобы не было детей. У меня сейчас просто очень актуален вопрос с жильем. Я готова к любви ехать с таким мужчиной. Дурнем или, да? Намелый. Я вообще стараюсь для всех сейчас. На самом деле. Ладно, все, мы пошли в магазин. Потом вам покажу. Я не знаю, мне в этом, в Revo не разрешили снимать. Но мы сейчас не в Revo идем. Мы сейчас идем в какой-то еще. Какой мы еще, в Рома, магазин? Ну, в Glydl идем, между ним были. Да, в Glydl. А давай другой еще посмотри. Ладно, короче. Надо было раньше. Куда, куда пойдем? Ну, какой-то подешевле, конечно же. Все, потом все вам покажу. Спасибо.